Это Вести без Киселева, наш совместный проект с Ермак Медиа. С вами Юля и мы начинаем. Истерия, приправленная хайпом, посыпанная цинизмом и полнейшим неуважением к своему народу, на этой неделе достигла своего апогея. На фармацевтическом рынке России появился препарат от коронавируса более чем за 12 тысяч рублей. Друзья, я даже не знаю, как это комментировать. На кого рассчитан этот препарат? Ведь если верить официальной медицине, то в группе повышенного риска люди пожилого возраста. Ну то есть те, у кого пенсия колеблется в районе 10-12 тысяч рублей. Вы понимаете, о чем я? То есть руководство нашей страны намеренно ставит своих граждан перед выбором. Умереть от коронавируса или умереть от голода? Этот вирус, это чудо чудесно. Дети не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет. Там находятся люди 70, 80, 90 лет. Ну а если внимательно прислушаться к тому, что вещают в наших зомбоящиках, то становится очевидным, что все меры, так называемые борьбы с вирусом, это ничто иное, как популизм. И Малышевы, например, даже не скрывает, что коронавирус это способ осуществления естественного отбора. В пенсионном бюджете это дыра. Вот государство нуждается в необходимости проредить эти самые пенсионные ряды. Ну, либо есть второй вариант. Данный лекарственный продукт будет выдаваться больным в стационарах бесплатно, а вот приобретаться в рамках госзакупок по озвученной и явно завышенной цене. И снова все в плюсе, друзья. Кстати, а вы обратили внимание, что все пропагандистские СМИ в голос кричали о том, что второй волны коронавируса в России не будет? А как только закончились выборы, волна пошла. По данным газеты «Известия», с начала сентября суточная заболеваемость выросла на треть и составила более 6 тысяч человек, что стало равноценным пандемическому уровню заболевания середины июля текущего года. И ведь не надо объяснять, правда, с чем это может быть связано. Да, конечно, с появлением вакцинации и нового лекарственного средства, руку которому, как говорят, приложило семейство Ротенбергов. Да-да-да, тех самых друзей нашего уважаемого президента. Но сейчас не об этом. Давайте рассмотрим фармакологическую сторону вопроса. Итак, ариплевир, авифавир и коронавир. Россия первой в мире зарегистрировала на сегодняшний день уже два препарата прямого противовирусного действия с доказанной эффективностью. И именно против COVID-19. Самые сильные на сегодняшний день – авифавир от компании «Химрар» и «Алиплевир» компании «Промомент». Они предотвращают размножение вируса в организме. А эффективность этих таблеток по результатам клинических исследований – 90%. Лучших результатов против COVID-19 пока нет ни у одного другого лекарственного средства в мире. Послушала я пропагандиста отечественного производства и решила погуглить доказанную эффективность. И знаете что? Эффективность, а еще и доказанная, она только на словах. Причем тех, что сыплются изо рта Киселева. Весь мир в курсе, что активное вещество обозначенных препаратов в фармакологии, значащейся как фавипировир, не проявило себя должным образом в отношении COVID-19. Об этом еще в начале пандемии сообщил Японский университет здравоохранения «Фуджита». Препарат был разработан еще в 2014-м как средство от гриппа. А в 2020-м Непония высказала предположение, что фавипировир может быть эффективен против коронавируса. Но значимый терапевтический эффект обнаружен так и не был. Но для России это не важно. Мы как всегда ухватились за то, что более или менее похоже на правду и без привязки к действительности начали собственные испытания. Которые в свою очередь и показали доказанную эффективность. Во всем мире препарат не оправдал ожиданий. А у нас, как обычно, чудо. Окропили святой водой, трижды перекрестили и отправились с Богом в продажу. А вот, например, Германия, тоже закупившая фавипировир, после испытаний отказалась от поставки средства в немецкие клиники. На наши пляски вокруг этого препарата немецкие специалисты ответили, что уровень требований к клиническим исследованиям в России гораздо ниже, чем в европейских странах. А сама процедура регистрации менее строгая. Это все, друзья, что нам надо знать о созданных в России медицинских препаратах. Но страшно даже не это. Оказывается, фавипировир известен всему миру не только как средство от гриппа, но и как чрезвычайно токсичный препарат. Об этом в новой газете сообщил доктор медицинских наук Василий Власов. Например, прием фавипировира беременными приводит к уродству и смерти плода. Подобным образом оно воздействует на людей с ослабленным иммунитетом. Из этого факта лекарство не было зарегистрировано в Америке и по этой же причине не применялось в Японии, хотя регистрацию там прошло. А вот в Минздраве Российской Федерации решили включить фавипировир в перечень жизненно необходимых лекарств. И что-то мне подсказывает, что вы тоже догадываетесь почему. А я, кстати, даже слоган новому препарату придумала. Фавипировир выпил и больше не болеешь. Потому что на кладбище не болеет никто. Это своего рода новинка фармакологии. Точнее сказать, новичок фармакологии. Причем в прямом и переносном смысле. Я думаю, думающие меня поймут. Выпил таблетку, умер, но уже не от коронавируса. Показатели смертности от COVID-19 упали. Бюджет страны от продажи средств пополнился. Пенсионеры уменьшились. Пенсионный фонд стабилизировался. Очередной многоходовочкой попахивают, друзья. И ведь понятно, что если лекарство появилось в свободной продаже, пусть и в условно свободной, то есть по рецепту врача, то это повлечет с собой практически бесконтрольное применение средства. Что называется просто так, на всякий случай. Потому что наш народ настолько запуган зомбоящикам, что им легче умереть от голода, чем от коронавируса. Но, как говорится, ничто так не развивает YouTube, как деградирующее телевидение. А потому, если вы с нами, то вы знаете другую реальность телевизора под названием Кисель ТВ. По меркам пропагандистских СМИ, мы не только чемпионы в борьбе с коронавирусной инфекцией, и не только лидеры в изобретении вакцины от COVID-19. Мы еще и в пятерке лидеров экономик страны. А откроешь YouTube, посмотришь Ермак Медиа, и оказывается, что мы страна фейк. И все, что мы делаем, это не инновации и отечественные разработки, а попытка накидать пуха в желании заработать легкие деньги. Ну, оно и понятно, продажи нефтегазовых ресурсов упали, а новые часы и брошки хочется. Короче говоря, друзья, новая программа по естественному сокращению населения уже начала свою работу. И вымрет ли Россия теперь зависит только от нас. Ну и раз уж мы заговорили о медицине в России, не лишним будет упомянуть и новый Перл Малышевой. Лейкоз не щадит никого, ни обычных людей, ни людей известных, ни бедных, ни богатых. Несколько месяцев назад о том, что у него острый лейкоз, объявил Олег Тиньков. Я уважаю решение Олега Тинькова уехать из России в Германию, потому что он мог себе это позволить. И он хотел дать возможность тем 15% жителей нашей страны, которые остались здесь, получить эти стволовые клетки. Да-да-да, а я-то думаю, почему все олигархи так стремятся лечиться за границей. Я реально полагала, что там качество медицины лучше. А оказывается, вон оно что. Богатые знаменитые уезжают туда только с одной целью, чтобы нам с вами, простым смертным, досталась койка где-то в Омской больнице. И деньги они выводят за рубеж, видимо, по той же причине, чтобы освободить ячейку для наших сбережений. Да и детей своих они отправляют в Лондон, чтобы бюджетные места не занимать. Ну прям аттракцион невиданной щедрости. О России ребята думают круглосуточно. Уважаемая Елена Малышева, а вы не думали, что Олег Тиньков лечится за границей исключительно потому, что знает, хорошие врачи в России, как правило, не задерживаются. Их настолько заморили сверхурочными отчетами, докладами, что лечить-то им некогда. И это я еще не беру в расчет, что деньги бюджетные выделяются, как правило, на смену плитки и бордюров, на повышение зарплат чиновников и силовиков, а не на врачей, а не на новое оборудование и повышение квалификации медперсонала. Непонятно только одно, почему вся российская пропаганда, все воры и коррупционеры до сих пор не поступили таким же образом? Уезжайте в Европу, дайте возможность занять правящие позиции адекватным хозяйственникам, дайте российскому народу вздохнуть с облегчением. Друзья, а вы как считаете, перевернется ли когда-нибудь и на нашей улице грузовик с пряниками? Или мы так и будем крепостными до конца своей жизни? Ну и, конечно, поделитесь своими мыслями относительно темы программы. Дверяйте ли вы новому средству от коронавируса и будете ли ставить прививку? Нам интересно мнение каждого. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь, не забывайте выражать свои симпатии. Всех люблю. Пока-пока.